Привет, меня зовут Наташа и сегодня я снимаю обзор на самого милого клоуна Пеннивайза от фирмы Фанка. По правде говоря, я никогда не задумывалась над тем, чтобы всерьез начинать коллекционировать фигурки, несмотря на то, что у меня есть парочка в коллекции, все-таки я больше кукольник. Но мы с моим молодым человеком настолько сильно любим Пеннивайза в исполнении Билла Сказгарда, что в один прекрасный день, а именно на мой день рождения, мой молодой человек решил меня порадовать и подарил мне вот такую вот наимилейшую фигурку Пеннивайза от фирмы Фанка. Я не являюсь каким-то фанатом или экспертом в фигурках Фанка, поэтому для меня они очень долгое время выглядели примерно вот так. Ровно до тех пор, пока я не увидела вот эту фигурку и не решила загуглить, чем же занимается Фанка, что они вообще делают, какие фигурки они производят. Фанка это американская компания, основанная в 1998 году, которая производит виниловые фигурки, плюшевые игрушки и прочие товары с героями фильмов, мультфильмов, сериалов, комиксов, аниме и даже видеоигр. Одна из самых популярных и известных линейк фигурок у Фанка это Фанка Поп, и честно признаюсь, я очень долгое время думала, что вот это, это единственное, что производит Фанка. На данный момент лично я знаю о существовании таких линейк, как Фанка Поп, Фанка Роб Кэнди и Фанка Пять Звезд. Если вы знаете, что у Фанка есть еще какие-то линейки фигурок, обязательно напишите мне в этом комментариях, потому что мне будет интересно почитать, и посмотреть, есть ли у них в других линейках клоуны Пеннивайзы. Итак, сегодня в моем обзоре участвует фигурка из серии Пять Звезд, коллекция Хоррор. В нее входят 4 персонажа, это сам клоун Пеннивайз из фильма Оно, Чайки из фильма Чайки, также Фредди Крюгер из Кошмара на улице Вязов и Джейсон из Пятницы 13. Обзор мы по традиции начинаем с коробочки. Коробка квадратной формы. При ее оформлении в качестве основного цвета использованы красный и черный цвета. Мы видим, как будто по коробке стекает черная кровь и также красные кляксы. Вверху большая желтая надпись Хоррор, примерно посередине находится отверстие, через которое видно лицо Пеннивайза. Ниже значок линейки Пять Звезд, далее имя персонажа, фигурка которого находится внутри коробки, а в самом низу располагается информация о возрастных ограничениях и мелких деталях. В правом нижнем углу логотип Фанка. На обоих корешках коробки располагаются логотипы линейки Пять Звезд. На верхней части коробки название коллекции Хоррор, выполненное в таком же стиле, что и на передней части коробки. А задняя часть располагает на себе также название коллекции Хоррор, а под названием перечисление всех персонажей этой коллекции с их изображениями. На дне коробки русифицированная наклейка с информацией о производителе. Переднюю часть коробки можно открыть словно книгу, и тогда нам откроется вид на всю фигурку во всей ее красе. Кстати, эта дверца держится при помощи липучки. Достаем фигурку из коробки. Для этого нужно открыть ее сверху и достать прозрачный блистер, в котором находится Пеннивайз. Вот он наш малыш Пеннивайз, и он такой милый. Просто посмотрите на него, он же очаровательный. Вытащив Пеннивайза из коробки, мы можем увидеть, что фигурка, так же как и аксессуары, прикреплены к блистеру при помощи пластиковых креплений. Эта версия Пеннивайза безумно очаровательна. Мне чем-то напоминает стиль Чиби в аниме. Высота данной фигурки примерно 10 сантиметров, и она полностью сделана из винила. Образ повторяет персонажа из фильма, только все в более детском варианте что ли. У Пеннивайза желтые глаза, зловещая улыбка на лице и клоунский раскрас. Волосы пластиковые и имитируют чудаковатую прическу клоуна из фильма. Костюм также вполне типичный для клоуна 50-х годов. Он выполнен в серых тонах с небольшими вставками красно-коричневого цвета. Пышный воротник, рукава фонарики, помпоны вместо пуговиц и шаровары вместо привычных штанов. На ногах у клоуна высокие ботинки с красными помпонами на носках. У данной фигурки также есть подвижные части тела. Например, его руки можно поднять и опустить. Это сделано для того, чтобы клоун мог держать свои аксессуары, которые идут с ним в комплекте. Также у Пеннивай закрутится голова на все 360 градусов. А вот ножки у него, к сожалению, никак не меняют свое положение. Из аксессуаров клоуну прилагался вот такой маленький пластиковый кораблик с надписью Джорджи. Кто смотрел фильм или читал книгу, прекрасно знает, как этот кораблик относится к клоуну. А также к клоуну прилагался вот такой красный пластиковый шарик, и он выполнен, ну, очень неаккуратно. И меня это немного расстроило, так как цена этих фигурок достаточно недешевая. Если вам понравился этот обзор, пожалуйста, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал и кликайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. А также подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там я выкладываю все самые горячие спойлеры к моим обзорам. Все полезные ссылки я, как всегда, оставлю в описании под этим видео. Пишите мне в комментариях, понравился ли вам обзор на фигурку, и хотите ли вы увидеть обзор на еще одну фигурку Пеннивайза, которая у меня есть. Она не распакована, и она ждет своего часа. Кстати, она с Алиэкспресса, поэтому, если вам будет интересно, обязательно напишите мне об этом в комментариях. На этом все. Помните, что я вас всех очень сильно люблю. Ждите вторую часть Оно 5 сентября, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!